Извлекаю из кармана подозреваемого телефон. Колите его. Что? Нет, 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 честный оружие! Я же не знал! Нет! Вы уверены, что там все видно, как телефон подбрасывали? Посмотрите, там на видео все видно. Он этот телефон в тот же день нашел. Хорошо, Кеня. Прости. Я это просто так не оставлю. Да, слушаю. Добрый день, меня зовут Татьяна, я начальник отдела кадров. Несколько месяцев назад вы проходили собеседование в нашей компании. Девушка, вы, по-моему, мне туда звоните. Возможно. Вы Колимбитов-Кинез? Да. Хотя, стойте. Да, я был у вас, по-моему. Отлично. Вы еще в поиске или уже приняли предложение какой-то другой компании? Нет, нет, нет. Вы хотите меня взять? Да, если вы готовы принять наше предложение, то мы ждем вас в понедельник в 9 утра на первый рабочий день. Хорошо. Спасибо, до встречи. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует... Уже уходите? Ну да, уже шесть, как бы. А как у вас дела? Вы все успеваете? Стараюсь. Сегодня первый день. Как-никак. Завтра сделаю больше. Работы в отделе очень много. И, как видите, ваши коллеги сидят и работают. А вы торопитесь куда-то, да? Вообще-то меня девушка ждет. Можно завтра задерживаться? Я, конечно, не имею права вас принуждать, но в вашем случае это испытательный срок, новая должность и коллектив, с которым вам еще работать. Если вы, конечно, у нас остаетесь. Решайте сами. Субтитры сделал DimaTorzok Дина, Дина, стой. Пожалуйста, дай мне сказать. Объяснится. Минута, пожалуйста. Привет, говори. Спасибо. Я знаю, я виноват перед тобой. В моей жизни произошли серьезные перемены. Но я нашел достойную работу. И что? Есть телефон, есть интернет. Только вот желания и ответственности, видимо, нет. Если мне повезет, и я получу эту работу, я буду хорошо зарабатывать. Но начальство мне намекнуло, что без задержек мне эту работу не заполучить. И мне пришлось остаться и работать дальше. Я хочу достойно зарабатывать и завести семью. Это стремление ради тебя. Хочешь зарабатывать хорошо, устроился на новую работу, амбиции. Это, конечно, очень здорово. Говори, что делаешь это все ради меня, даже лестно. Да только вот пока ты гонишься за одним, можешь упустить другое. Ответственность и предупредительность – это самые главные факторы, которые помогут тебе и в семье, и на работе. Да, да, я знаю. Но пойми, раз в жизни обстоятельства могут сложиться так, что мне их не изменить. Пожалуйста, дай мне возможность исправиться. Можешь ответить не сейчас, но, пожалуйста, дай надежду, что подумаешь. Обстоятельства? У меня тоже обстоятельства. Дела дома ждут. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я чуть задержусь, хорошо? Слушай, я понять не могу, что там тебя так мотивирует, что ты в ущерб себе и не пытаешься там заработаться? Мотивирует, конечно, что не нужно руки от мазута оттирать. Мадина, я надеюсь, что когда-нибудь мы нагоним сроки, и меня будут отпускать вовремя. А сейчас все работают, я же не могу встать и уйти. Да существует миллион офисов, в которых люди работают с девяти до шести, как нормальные люди. При этом хорошо зарабатывают. Даже не знаю, как поступить. Я начну качать права, и меня уволят. А не надо их качать, надо ими пользоваться. За такое уволить права не имеют. То есть, я такой простой, подхожу и говорю, я работаю до шести, до свидания. Она мне, конечно, хорошего вечера. Кинес, мне надоело тебя консультировать и ждать. Окей. Я постараюсь надавить на законность моей просьбы. И тогда я точно вовремя успею. Да. А, это вы? Что хотели? Две минуты у вас. Я сегодня не смогу задержаться, к сожалению. У меня личная жизнь не клеится. Да что вы говорите. С вами не поспоришь. Личная жизнь – это весомый аргумент. Ну, я тогда пойду. Если вы решаете уходить, значит, вы все успеваете? Значит, весь отдел все успевает, да? И, по-вашему, мне не нужно беспокоиться о сроках? Не так понимаете ваш уход, да? Я не лентяй. И весь день я вкалываю. И имею право на личную жизнь на остальное время. И все не успевают под ваши сроки. Они допоздна сидят без доплаты. Ну, конечно. Переработки доплачивать нужно. А вот недоработки – нет. Как вы расцениваете нынешнее положение дел? А то, что мы не укладываемся в сроки? М? Это что, сверхзадача или недоработка сотрудников? Ваши частые опоздания, перекуры? Может, неограниченный доступ в интернет и соцсети? Вообще-то я не сижу в соцсетях. Как я заметил, другие тоже не сидят. Они просто сидят и боятся вам сказать, что вы гоните сроки, чтобы выслужиться перед руководством. Я никому ничего доказывать не собираюсь. Я думаю, это наш с вами последний разговор. Пожалуйста, закройте дверь с той стороны и не забудьте завтра явиться первым и открыть отдел HR, чтобы написать заявление по собственному. Свободны. Я ничего не буду писать. Не напишите сами. Вас уволят по статье. Хорошего вам вечера. Привет, дорогая. Теперь я никогда не буду опаздывать. Рада тебя видеть. И даже вовремя. Только я не поняла, почему ты так сказал. Ну, я сегодня зашел к начальнице и сказал, что имею право работать с девяти до шести. И она мне сразу пиши по собственному или уволим по статье. Не имеет права. Не обязательно, что слово твоей властной гусыни будет законным. И тебя смогут уволить просто так, без последствий. А что я могу сделать? Ничего. Только рассказать правду. В суде. Это, конечно, очень энергозатратно, но нельзя никому давать подавлять себя. Ты же не раб в конце-то концов. Ты гражданин этой страны. И живешь, и работаешь по закону. Давай попробуем. Я не вижу других вариантов. Алло. Добрый вечер, Кинес. Это Татьяна из отдела кадров. У вас был конфликт с начальником отдела? Да. В общем, мы провели внутреннее расследование и выяснили, что ее действия были незаконными. И руководство приняло решение восстановить вас в должности. И мы ждем вас завтра на ваше рабочее место. Это хорошая новость. Спасибо, я буду. До встречи. До свидания. Согласно статье 24 Конституции Республики Казахстан, каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор профессии, рода деятельностей, на отдых. И работающим по трудовому договору гарантируется установленная законом продолжительность рабочего времени. Продолжительность рабочего времени составляет не более 40 часов в неделю. Это общее правило, из которого есть редкие исключения. А все, что сверх 40 часов, это уже сверхурочная работа. К сверхурочной работе работник может быть привлечен только с его письменного согласия. Это общее правило. И ограничивается их продолжительность не более 2 часов в день, не более 12 часов в неделю и не более 120 часов в год. Сверхурочная работа оплачивается в размере не менее чем в полуторном, либо компенсируется предоставлением отдыха. Если он занимался не работой, тогда работодатель вправе к нему применять меры взыскания, воздействовать на него, но никак не требовать того, чтобы он выполнял эту работу сверхурочная. Когда мы говорим о том, что работник увольняется по собственному желанию, имеется в виду, что это его личная инициатива. Если это желание работодателя, он вправе уволить работника только по тем основаниям, которые прямо предусмотрены законом. Когда работнику вручается акт работодателя о расторжении трудового договора, это основание должно быть там прямо предписано. Если работник с этим приказом не согласен, он вправе его оспорить вначале в согласительную комиссию, которая создается по месту работы, а затем уже в суд. В случае, если согласительная комиссия не создана, тогда работник вправе обратиться в суд непосредственно. Пишет для этого заявление, обращается в письменной форме. И тогда работодатель должен будет доказывать, что те факты, которые указаны в приказе, опоздание, прогул и так далее, что они действительно имели место. Сроки для обращения в эти органы месяц в согласительную комиссию после того, как он получил акт работодателя. И в суд в течение двух месяцев после того, как он получил решение согласительной комиссии. В согласительную комиссию и в суд работник уже должен прийти оспаривать конкретный акт работодателя о незаконном увольнении. Если же это пока на стадии угроз, требования работодателя уволиться, работник просто может обозначить свою позицию, что он увольняться не согласен. Продолжение следует... Продолжение следует...